Уже пятый год больше тысячи семей Якутска не могут решить проблему отсутствия инфраструктуры у своих земельных участков. Они обращались и к представителям местных властей, пытались обратиться и к президенту страны, но ситуация так и не разрешилась. Накануне люди вышли на пикет. Розалия Борисова продолжит. 1310 семей. Нам нужен свет, газ и мост. Многодетных семей бросили и забыли. С такими лозунгами накануне вышли на пикет обладатели земельных участков Панамскому тракту. Четыре года назад они получили по 10 соток, как многодетные семьи, на пустом поле, без подъездных путей, света и газа. Но несмотря на отсутствие инфраструктуры, многие из собравшихся хотят начать строительство домов, но не могут даже подвезти материалы. Правительство не подумало о том, что мы на этот участок никак попасть не можем, хотя бы без какой-то дамбы, мостика или еще чего-нибудь. Там, где можем проехать, частная собственность нас не пускают. И поэтому о каком может быть строительстве, если даже просто на участок посмотреть, маленькой машиной проехать не можем. Поэтому мы сюда и собрались для того, чтобы нам сделали мост. Подключили свет элементарно, чтобы можно было электроинструмент подключить для того, чтобы дом построить. Некоторые семьи все-таки решились на строительство. Около 10 даже живут сегодня на участках. Но какой ценой? Люди даже отстроились. И просто на генераторах зимой жить дорого. И у нас такой случай был, что у нас украли дом. Вот так вот. Разобрали и вывезли зимой дом. А как нам жить? Дороги заметены. Стоит дом одинокий в поле. Вот его и вывезли. За 4 года семьи старались своими силами начать благоустраивать пустые поля. Планировали скинуться на мост. Старались договориться о прокладке электричества. Но многодетные семьи при всем желании просто не могут себе позволить затраты на семизначную сумму. Розалия Борисова, Евгений Логинов, Новоказаха, Якутск.